Рад приветствовать вас, дорогие друзья, сестры и братья. Очень рад видеть моих земляков здесь, тех, кого я не ожидал, даже видеть те, с кем я учился. Я очень рад видеть вас и хочу сказать, что благодаря трансляции жизнь стала как будто ближе. Очень часто мы с моей супругой вечерами смотрим, как проходит у вас богослужение, участвуем вместе с вами в молитвенном служении. Моя мама с отцом очень любят смотреть, поэтому слава Господу за эту возможность и возможность радоваться и переживать трудные и радостные моменты жизни вместе. Вы знаете, так как я всю свою жизнь, когда я совершал служение, любил заниматься служением для молодежи, в один момент пришло такое желание послужить вне церкви. И молодежь говорит, давайте мы попробуем поехать в дом престарелых. Мы решили поехать в дом престарелых, и я вдруг для себя увидел людей, которых я раньше не видел. Мне казалось, что их просто нет, людей нуждающихся. И людей не только нуждающихся в финансах, а людей нуждающихся в любви. И тогда я увидел там людей пожилых, и молодежь говорит, а мы еще хотим съездить в детские дома. Я помню, как мы поехали в детский дом, там я вообще был обескуражен, как можно оставлять таких замечательных детей. Я помню, как с одной из женщин, которые там работали, я стал общаться близко, и она говорит, есть и тут дети, у которых нет родителей, но есть дети, у которых лишили родительских прав родителей. А решили по какой причине? Потому что они жестоко относились к детям. И тогда я помню, как в моем сердце появился вопрос, как вообще может быть такое, что мать или отец жестоко относятся к своим родителям. Но на этом наш разговор не закончился. Она мне говорит, ты знаешь, самое интересное, что эти дети каждый день ждут, когда их отец, тиран или мать придет, чтобы их забрать отсюда. Они готовы им все простить, они готовы их продолжать любить дальше, лишь бы только не находиться здесь. И вот я помню, в этот момент я стал задаваться себе вопросом, а что должно произойти в сердце человека, чтобы он стал жестоким? Что должно произойти, чтобы он стал жестоким не просто кому-то, а даже к своим родным детям, тем, кто близок ему? И вот тогда я стал задаваться вопросом, ведь ребенок должен смотреть на отца, на того, который защищает его. Рука отца должна не бить, а оберегать. Рука матери должна ласкать. Почему же такое происходит? Откуда берутся жестокие люди? И, конечно же, надо сказать, что самым главным ответом на этот вопрос мы можем черпать из Священного Писания. Поэтому сегодня мы будем рассматривать коротко две библейские истории, которые и говорят или дают для меня, во всяком случае, ответ на этот вопрос. Хочу пригласить вас вместе прочитать со мной послание к Римлянам, 9 глава, 17 по 19 текст. И звучит этот текст и так. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, тут можно сказать, Бог милует, а кого хочет, Бог ожесточает. Ты скажешь мне, за что еще обвинять, и кто противостанет воле его?» На самом деле, очень такой текст, который емко говорит, кто может противостать Господу. Но я вам хочу сказать, что сегодня люди противостают воле Господа. Давайте попробуем вспомнить с самого начала первые минуты знакомства фараона с Господом. Да, это нужно с самого начала, потому что мы можем сказать, что Бог мог вывести народ израильский с земли обетованной без фараона. Правда? Он мог просто взять и сказать, с этого момента вы все выходите. Не спрашивать фараона, не спрашивать его слуг, не спрашивать никого. Но Господь хочет милость свою проявить и к фараону. И поэтому каждый день практически, порой раз в несколько дней, Господь посылает Моисея к фараону. И об этом будем читать вместе с вами с книги «Исход», 5 глава, 2 текст. И звучит этот текст так. «Но фараон сказал, кто такой Господь, что я послушался, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Вы знаете, дорогие друзья, братья и сестры, я хочу сказать, что здесь тяжело что-то в чем-то обвинить фараона. Пришел к нему какой-то неизвестный человек, Моисей. Говорит, что раньше с предыдущим фараоном он был близко знаком, поэтому, друг мой дорогой, пожалуйста, всех моих друзей и родственников освободи. Но фараон не знает ни Моисея, не знает ни Господа, которому рассказывает Моисей. Поэтому он четко и ясно говорит, почему ты приходишь ко мне, почему я должен его отпустить. И поэтому первое, что происходит в жизни человека, к нему приходит какой-то другой человек и начинает рассказывать о Господе. Начинает стучаться в сердце. Для фараона это был Моисей. И он пришел и говорит, для тебя есть слово от Господа. Ты должен отпустить народ. Бог сделал известной свою волю для человека. В данном случае фараону. И он взывает к воле фараона. То же сегодня и делает Господь с нами. Каждый день, открывая Священное Писание, Он нам говорит то, что касается именно нас. Поэтому Господь четко излагает свою волю человеку, но человек очень часто может быть своевольным. И в данный момент может зародиться такое качество богопротивности, противление Богу. И много раз Моисей приходит к фараону, мы не будем подробно разбирать. И вот что, например, в 8 главе, 28 текст написаны такие слова. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. И дальше интересные слова, которые я не ожидал услышать от фараона. Он говорит, только помолитесь обо мне. То есть фараон смотрит, что происходит. Происходят эти вот язвы, которым он не рад. И он начинает понимать в своей голове. Господь же мне говорит, я с этим народом, я его оберегаю, я его вывожу. Не могут волхвы повторить все то, о чем говорит и что делает Моисей. И где-то в какой-то момент его сердце смягчается. Он говорит, все, я не могу противостоять Господу. Поэтому, когда вы идете туда, пожалуйста, вспомните обо мне. Помолитесь этому могущественному Богу, который может много что сделать. Интересно, что это единственный раз, который мы сегодня прочитаем, но Господь периодически просил Моисея, чтобы они помолились о фараоне. Но при этом оставлял свое решение прежним. В Библии есть такое определение народа интересное, как народ жестоковыйный. Вы, мы с вами знаем, что это такое. Это шея. И очень часто мы с вами поступаем сегодня так же, как народ жестоковыйный. Я вспоминаю, как маленькие дети, говоришь ему, ну съешь что-то хорошее. Он, не хочу, не буду. И вот порой Бог с нами точно так же, точно так же поступает. Это когда человек осознанно, сознательно отворачивается от направления, куда его приглашают, к чему побуждает его Господь. Но проблема в том, что сам человек понимает, что то, что он выбирает, не всегда разумно и не всегда справедливо. Другими словами, человек как бы пытается бороться с законами, которые были вложены Господом. Он идет против него. Во всякой ссоре, во всяком конфликте есть человек виновный. И есть человек, который не такой виновный во всяком случае. И обычно бывает, что человек виновный. Он, да, я виноват, но это мой принцип. И я буду так вот дальше, как маленький ребенок, не буду поддаваться на то, чтобы прийти и попросить прощение. Я помню, как в моей очень близкой семье была девочка. Полтора годика ей было. Она уже довольно неплохо начала говорить, довольно понятно. Все было хорошо. Единственное слово у нее не получалось произнести. Знаете, какое это слово? Прости. Полтора годика ребенку. Она упирается. Я помню, как родители на протяжении полугода изо дня в день говорили ей, ну давай, попробуй. А говорили ей когда? Когда она сделала что-то не так. Когда она как-то не поступила правильно по отношению к маме или к папе, или по отношению к своей сестре или братику. И вот в этот момент у нее как будто во рту заканчивалось дыхание, как будто бы буквы не могут быть произнесены ее маленьким ротиком. Я тогда стал думать. Полтора годика ребенку. И в шесть или восемь месяцев понадобилось на то, чтобы вот эту вот жестоковыность вытащить из нее. И тогда я задал себе вопрос. А я не являюсь ли таковым же? Таковым же жестоковыным. Именно когда человек упорствует, когда он развивает себе эту упрямость, со временем он становится жестоким. Люди нервные, люди раздражительные, жестокие, грубые, только потому, что они пытаются спорить не с человеком очень часто, а против воли Господа идут. Когда они четко и ясно знают, что Господь не хочет, чтобы ты так поступал. Ведь на самом деле, мы знаем в Священном Писании много историй, когда, ну, например, Манасий, да, грешник, он практически поступает как? Господи, куда мне? Туда не ходить? Хорошо, я пойду туда. Или туда мне не ходить? Хорошо, я пойду туда. Или вот этого мне не делать? Хорошо, я именно это делаю. И вот он знает, что Бог не хочет, чтобы идти этой дорогой, чтобы поступать именно так, но он поступает. Спорить с законами чести, спорить с законами справедливости. Порой мне, как пастору, приходится встречаться с семьями, которые вот на грани развода. Периодически кто-то, муж или жена, приходит и говорит, все, нам нужно, чтобы ты пришел, как-то попробовал нам помочь. Мы сами не можем уже разобраться. Честно вам признаюсь, что очень часто это происходит тогда, когда уже один из них принял для себя решение. Обратного пути нет. Не так давно, около года назад, я с одной семьей разговаривал, и он мне говорит, пастор, даже если я буду потом жалеть, а я буду потом жалеть, я никогда назад не вернусь. Это мой принцип. Я даже, когда уезжаю на машине, вспоминаю, что я что-то забыл, я не возвращаюсь, поэтому я и тут не вернусь. Я говорю ему, ты пойми, это не то, что ты запаску дома забыл или там сумочку с едой. Это семья, это дети. И он знает, что те слова, о которых он говорит, почему он разводится, к Священным Писаниям никак не поддерживается. Но он уперся, он пошел на принцип. Очень часто люди, которые идут на такой принцип, против Бога становятся агрессивными и жестокими. Но спорить с законами Бога, это то же самое, что спорить с законами природы. Я помню, как на одном лагерном собрании мы повесили палатку, такую она купольная, и на склоне таком красивом рядом водохранилище, и на этом водохранилище поднимается сильный ветер, буря. И как мы эту палатку всем лагерем вот так вот прижали к земле, чтобы под нее не зашел ветер и не поднял ее. Это то же самое, что я выйду и скажу, слушайте, ветра тут нету, я выйду и просто скажу, давай, все, нету тут этого стихии, ничего нету, в лучшем случае меня ветер просто потрепает. Поэтому, потому что законы, установленные Богом, это законы, установленные природой, но каждому человеку они также вложены в сердце, в сердце, что есть добро, а что есть зло. Но когда человек становится против Бога, заложенного закона, он становится жестоким, потому что жестокость это следствие противления. Именно так происходило с фараоном. Он знал четко и ясно и понимал волю Божью. Но Господь, когда послал к нему Моисея, он стал упорствовать. Гибнет целая империя. Сейчас уже, если посмотреть назад, можно сказать, да выгони уже этих израильтян, евреев на тот момент, выгони их, потому что уже невыгодно для всей империи. Уже не то, что делают эти кирпичи, уже голодает, умирает народ, выгони их. Нет. Я до конца буду упорствовать. Да пропади все пропадом, но я не отпущу. Уже экономически держать их невыгодно. Второй пример жестокосердия, жестокосердия, о котором мне хотелось бы сегодня вспомнить, записан в Библии. Это пример Саула. Саул в первой книге царств, пятнадцатой главе, должен был по повелению Господа пойти уничтожить Амалик. И вы помните, как он пришел, и самый хороший скот вынес, привел с собой, вроде как, для жертвоприношения, и царя самого не уничтожил. И вот тут в этот момент, пятнадцатая глава, двадцать третий текст звучит так, «Ибо непокорность есть такой же грех». Это Самуил приходит к Саулу и говорит ему, «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саулу Самуилу, «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа, и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Вы знаете, интересный момент такой. Получается, Бог говорит, Саул, ты должен пойти и сделать вот это, вот это, вот это. Саул идет и не выполняет. Почему? Потому что боится мнения людей. А почему Саул боится мнения людей? Потому что Саул думает, что люди поставили его царем. Этот народ израильский, он такой мощный, что он может попросить Господа, и Господь послушает их и делает его царем. Поэтому он говорит, я да, я согласен со всем, что произошло, но люди, они же народ Божий, я же им служу, поэтому я их и избрал себе. И дальше, если мы посмотрим 27 по 30 текст, «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскается». И сказал Саул, я согрешил. Вот тут интересно. Осознание своей греховности. Да, я согрешил. Но дальше что? Бог для меня уже сказал свое мнение, «Но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Ты, пожалуйста, сделай вид перед людьми, как будто у меня с Богом ничего не поменялось. Потому что Саул насколько держался за народ. Самуил говорит, тебя Бог отверг, а Саул говорит, да-да-да, я все понимаю, но я еще хочу быть царем, я еще буду. И вы знаете, сколько около 12 лет он является царем? Он настолько ожесточает свое сердце, на что на Давида бросается с копьем, на сына своего бросается с копьем, заставляет Давида жениться на своей дочери. Но вы помните, что он потребовал взамен? Если ты хочешь быть зятем царя, принеси что? 200 краев обрезания филистимских. 200 человек ты положи, чтобы докажи просто. Настолько ожесточается. Кажется, что Саул борется с Давидом, но на самом деле Саул не с Давидом борется. Он четко знает волю Божью. Он понимает, что сейчас место царя, которое он занимает, принадлежит не ему, но он за него держится. А оно принадлежит кому? Оно принадлежит Давиду. Почему? Потому что он просто осознанно встал в позу. Обращаясь к Самуилу, говорит, почти пред людьми, выбирая мнение людей мнению Господа. Порой мы с вами можем тоже попасть в такую ситуацию. Когда на работе или с друзьями, знакомыми, нам нужно выбрать чью-то сторону. Сторону Господа или сторону людей. Периодически Саула озаряет. Когда вы помните, когда он зашел по нужде в пещеру, и там находился Давид, отблизает край его одежды, выходит и говорит, вот посмотри, я мог тебя убить, но что? Я не убил тебя. Вы помните, когда он приходит, берет кувшину из голови, именной Саула, когда он берет копье и говорит, слуги, вы почему не защищаете своего царя? Я мог его убить. И Давид говорит об этом Саулу прямо на расстоянии из горы, крича, и Саул говорит, ты, Давид, правее меня. И вроде как происходит раскаяние, и вроде как он уже хочет покаяться, и кажется, что логично сказать, да, все-таки Давид, ты помазанник, надо уступить место, но нет, он этого не делает. Я помню, как однажды молодой человек ко мне подходит и говорит, пастор, я очень люблю эту девушку, она меня не любит, что мне делать? Ему 18 лет, он решил на ней жениться, она, правда, не хочет его в мужья брать себе. Ему родители говорят, тебе с ней не по пути. Она сама над ним смеется, говорит, слушай, ну нам с тобой не по пути. И он со мной рассказывает, вот это разговаривает так. Я говорю, ну может быть, нужно послушать родителей. А что Богу жалко, что ли? Что Богу жалко, чтобы она взяла в меня и влюбилась? Я ему говорю, слушай, ты до чего докатился? Я тебе пришел выслушать, а я уже как будто виноват перед тобой. Как будто я тебе ее не даю. Что я такого делал? Прошло три года, я помню, как он приходил и говорит, какой я был ослепленный. Для меня все были как будто бы, я не знаю, напротив меня настроены. Сейчас я понимаю, что они из любви ко мне говорили те слова, которые мне нужно было услышать, но я их не слышал. Очень часто мы с вами приходим в какую-то конкретную ситуацию и говорим, Господи, я не хочу, чтобы менялся я. Поменяй эту ситуацию. Поменяй людей вокруг меня. Поменяй все то, что происходит вокруг меня, но только не меня. Исайя, 6 глава, 10 текст звучит так. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Дорогие братья и сестры, бывает такой момент, когда мы с вами приходим, как кажется, к какому-то тупику, когда нам нужно принять решение, зная волю Божью, и есть наше желание, было бы хорошо, чтобы наше желание было таково, какое у Господа. Я помню, когда моя старшая дочь была маленькая, она, как все детки, любят что-то вкусненькое покушать. И она прибегает к маме и говорит, «Мам, дай мне что-нибудь вкусненькое». Моя супруга говорит, «Ну вон на столе лежит бананчик, возьми, съешь». Она так скривилась, «Мам, я хочу что-нибудь вредненькое». Как часто в нашей жизни мы хотим, чтобы было что-то вредненькое, то, что мы хотим прямо сейчас. Но Господь хочет, чтобы в нашей жизни было то, что Он хочет нам дать, чтобы нам было хорошо не только здесь, но и в Царстве Божьем. Порой бывает, что мы из-за этого вожделения, того, что мы себе нарисовали хорошим, не видим того, что Господь хочет нам предложить. Находясь в таком состоянии, человек ждет перемен не от себя, а от Господа. Как часто Господь создает для нас трудности только для того, чтобы нас изменить, чтобы мы могли посмотреть на себя в зеркало и сказать, «Витя, слушай, так вот оно оказывается, вот оно оказывается, какой я, вот что во мне Господь видит не таковым». И когда это происходит в моей жизни, мое сердце перестает быть грубым, оно остается мягким, податливым, и только тогда Господь может из нас изваять то сердце, которое может попасть в Царствие Божие. Интересно, что римлянам вторая глава с третьего текста звучит так. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже?» Очень часто мы с вами можем осуждать того, кто поступает так же, как и мы. Знаете, да, нам очень часто не нужно воспитывать своих детей. Нужно воспитывать кого? Самих себя. Воспитывая самих себя, мы воспитываем своих детей. А когда мы осуждаем тех, кто делает так же, как и мы, ничего в этом хорошего нет. И четвертый текст. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Вы знаете, когда я только начал Священное Писание читать, для меня встал этот вопрос, как так происходит, что Господь ожесточает сердце фараона? Причем тут вообще фараон? Был ли у него выбор, если Господь ожесточает каждый день его сердце? Но изучая Священное Писание, я пришел к выводу, что у фараона был выбор. Он мог отпустить людей. Он мог услышать те слова, которые говорил ему Моисей. Он мог принять правильное решение, но он сделал свой выбор, который даровал ему Господь. Мы с вами, братья и сестры, сидите здесь в церкви, тоже каждый день делаем выбор. И сегодня вы делали выбор, прийти сюда или нет, а те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, делали выбор, подключиться или нет. Но самый главный выбор будет дальше. Что мне делать с тем, что я сегодня здесь услышал? Продолжать жить так же, как я жил, либо что-то поменять? Ведь на самом деле мы знаем то, что в нашей жизни не прославляет Господа. То, что в нашей жизни делается или делаем мы не так. Бытие 4 глава 7 текст звучит так. «Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Это современный перевод. Братья и сестры, есть в нашей жизни моменты, когда грех хочет господствовать над нами, но Господь дает нам возможность делать выбор. Поэтому сегодня я хочу пригласить каждого из вас, чтобы мы могли молиться о тех, может быть, пятнах в нашей жизни, которых еще Господь не владеет, где мы еще порой не сказали Господу «да». Поэтому сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы мы об этом вместе могли помолиться. Отче Небесный, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь стучать в сердца наши, за то, что, изучая Слово Твое, мы можем каждый день слышать волю Твою. Молим Тебя о том, чтобы Ты сердца наши приготавливал к встрече с Тобой, чтобы Ты, Господь, касался нас и чтобы желание в нашей жизни было изменять себя, а не окружающих нас людей. Благослови нас мудростью, чтобы, воспитывая детей, Ты мог быть прославлен через нас и чтобы дети в нас могли увидеть Тебя. Благослови Церковь, находящуюся здесь, благослови город, и молим Тебя, чтобы имя Твое было возвеличено и прославлено здесь во имя Иисуса Христа. Молим. Аминь.